Авара-Кахетинская дорога должна соединить Дагестан с Грузией через перевал главного Кавказского хребта. Проект обсуждают давно. Одни о нем мечтают, другие критикуют. И на него по-прежнему отводятся большие деньги. Правда, пока только с российской стороны. Грузия своего участия в проекте пока не рассматривала. Согласно проекту, протяженность Авара-Кахетинской дороги составит около 80 километров. Необходимо построить 5 тоннелей и 25 мостов. После асфальтирования и открытия официального пункта пропуска, эта автодорога может частично разгрузить так называемую военно-грузинскую дорогу, пролегающую через КПП Казбеги-Верхний Ларс, путь которой из-за частых оползней в Даряльском ущелье считается опасным. Когда у нас есть проблемы с Верхним Ларсом, вызванные природными явлениями, по-моему, не будет лишним иметь альтернативу для того, чтобы между Россией и Грузией циркулировали товары. Впрочем, и Авара-Кахетинская дорога не самый безопасный маршрут. Ее строили, но так и не достроили целых три сменившихся государства. Российская империя, Советский Союз и постсоветская Россия. Находились энтузиасты, которые брали дорогостоящие кредиты, но прогорали. Сегодня в соседнем государстве вновь взялись за этот проект. Но убедительная часть экспертов полагает, что при нынешней криминогенной ситуации, которая сложилась в тех горных районах Дагестана, где должна пролечь эта дорога, говорить об экономическом эффекте не приходится. Но главный вопрос, что принесет эта дорога Грузии. Принесет или унесет? Менее месяца назад на территории Хучадинской сельской администрации в Шамильском районе Дагестана было совершено вооруженное нападение на строителей Авара-Кахетинской дороги. Нападавшие требовали прекратить строительство магистрали, так как, по их мнению, это военная дорога исключительно для военных нужд российской армии. Сообщили тогда местные СМИ со ссылкой на МВД республики. Того же опасаются и в Тбилиси. И задаются вопросом, а нужна ли стране еще одна вылазка для России. Это уже пятая по счету дорога, которая строится из России в направлении Грузии. Как видно, грузинская власть решила помочь осуществить этот проект. Строительство столь важной для Российской Федерации дороги вызвано в первую очередь военными целями. Это будет в первую очередь военная инфраструктура. Мы видели, как Россия использует такие дороги. А потому у властей Грузии должна быть очень четкая, отрицательная позиция в противовес интересам России. Впрочем, другого мнения придерживаются жители приграничной зоны. Аварцы, переселенные в Грузию из Дагестана несколько десятилетий назад, буквально мечтают об открытии дороги и вспоминают времена, когда граница была открыта, и люди почти беспрепятственно торговали и ездили друг к другу в гости. Но сегодня в приграничном с Дагестаном, грузинском селе Сарусо, нет даже асфальта. Продеваю на Грузию 60 лет. Нет у нас ничего нет. И земли нет. И в Дагестане дорога нет. Есть людям просьба сделать дорогу. И не только аварцы. Грузийский народ тоже есть просьба. Наши дети там и в России живут все. Мы здесь только старики остались. И мы хотим, чтобы дорогу открыли. И все на лад пошло. Дети Фати Гопаровой живут в Дагестане. Она не видела с ними по меньшей мере 20 лет. И аваркохитинская дорога для нее единственная надежда повидаться с семьей. Как мне жить? Как мне увидеться с детьми? Вот была дорога. Мы ездили, возили муку, картофель, торговали. Были отношения. Впрочем, этого аргумента может оказаться недостаточно, если в Тбилиси придут к выводу, что аваркохитинская дорога – вызов безопасности страны. Ну а эксперты по ту сторону холма считают, что дорога из Дагестана в Грузию не более, чем статья расходов. И напоминают, что от слов к делу – долгая дорога.